Золотую визу все-таки закроют и, скорее всего, до конца года испанцы засуетились. Что делать инвесторам в зарубежную ВНЖ и какие альтернативы есть в Европе? Об этом расскажем сегодня в новостях мира недвижимости и миграции Приан. С вами снова я, Ольга Логовская. Поехали! Процесс закрытия золотой визы Испании наконец запущен. Наконец, это, разумеется, не мое выражение радости, просто ситуация складывалась совсем странная. Кажется, еще в апреле о закрытии программы объявил премьер-министр страны. С тех пор тишина, а значит неопределенность, которая в иммиграционных вопросах совсем не кстати. И вот в испанский конгресс от правительства страны поступило предложение, весьма радикально, программу закрыть полностью. То есть поступить не как португальцы, которые оставили инвесторам несколько возможностей, перекрыв опцию покупки недвижимости, а закрыть вообще все опции для инвестирования в ВНЖ. Впрочем, в Испании абсолютное большинство заявителей по программе, более 95%, все-таки покупали недвижимость. Напомню, заплатить нужно от 500 тысяч евро, без кредита, купить можно несколько объектов. Программа все еще работает, заявления принимают. И, по данным испанских СМИ, окончательное решение будет принято не раньше сентября. Еще весной ходили слухи, что программу закроют лишь в конце года. Похоже, все к тому и идет. Что же останется тем, кто хочет получить ВНЖ в Европе на основании инвестиций? Есть несколько опций в Португалии, например. Есть программа Греции, она хоть и подорожала, но все равно активно продвигается, в том числе на российском рынке. Да, заявителю по ней нужно иметь еще одно гражданство. Но если кто всерьез решился на переезд и имеет средства на покупку недвижимости, второй паспорт – задача тоже вполне решаемая. Ну и, наконец, постоянный вид на жительство Кипра. Да, Кипр не в Шенгене, но в Европе и в ЕС. И, в общем, для лиц, не находящихся под санкциями и способных подтвердить свой доход – это вполне реальный вариант. Впрочем, о Кипре мы сегодня еще и поговорим. А давайте прямо сейчас. Итак, новости с Кипра. Я имею в виду Республику Кипр. Рынок этого россиян по-прежнему популярный. По данным Прян, стабильно входит в топ-10. Правда, доля покупателей иностранцев по сравнению с прошлым годом на острове снижается. Было больше 40%, сейчас около трети. И в абсолютных числах клиентов из-за рубежа становится меньше. Но год назад на геополитический ажиотаж наложились внутренние перемены. Все ждали ужесточения правил выдачи ПМЖ для инвесторов. А перед ужесточением спрос обычно растет. Но тогда ничего жуткого не произошло. Ужесточение оказалось не таким уж серьезным. Сейчас же все относительно спокойно. И в данном случае это тоже хороший сигнал для покупателей. Тем более, что инвестиционная программа работает относительно стабильно. Соответственно, рост рынка продолжается, хотя и замедляется одновременно. По данным аналитиков, за год к середине 2024 цены на квартиры на острове выросли на 3,5%. А за последний квартал вообще не изменились. Впрочем, в Центробанке Кипра фиксируют более заметный рост. Правда, за первый квартал в годовом исчислении почти 8%. Так или иначе, все аналитики говорят, что в двузначной, в процентах динамики, она как раз такой была в прошлом году, уже не будет. И допускают стабилизацию или даже символическое снижение цен в ближайшие месяцы. Но тут же оговариваются. Прогноз относится к недорогим объектам, интересным самим киприотам. Это понятно. Спрос на такое жилье в большей степени зависит от ставок по ипотеке. А не на Кипре, как и в принципе во всей Европе, не самые комфортные. 4, а чаще 5%. И еще про одну европейскую схему, которая вполне может стать альтернативой закрывающейся Испании. Правда, пока что она хоть и работает, но только номинально. 1 июля в Венгрии запустила программу гостевого инвестора. По сути, золотую визу, которая дает возможность получить в ВНЖ сроком аж до 20 лет в обмен на инвестиции. Эту программу сразу назвали долгожданной, и тут спорить не приходится. Тем более, что альтернатив немного. Сомнений в том, что с первого дня инвесторы дружно начнут нести венграм деньги, в общем-то, не было. Но нашлось-таки одно «но». Ажиотаж фактически есть, а формально нет. За почти месяц запуска не было подано ни одной заявки. В чем, собственно, дело? Никому не нужны европейские ВНЖ? Нет, проблема в другом. В спешке и в бюрократии. Программа приглашенного инвестора предлагает три опции. Вложение от 250 тысяч евро в фонды, зарегистрированные Центральным банком Венгрии. Покупка недвижимости стоимостью от 500 тысяч евро. И дарение от 1 миллиона университету или колледжу. Ну, жертвовать деньги на благо студентов и образования вряд ли кто-то захочет. Так что с этой опцией все понятно. То есть, мимо. Покупать недвижимость в обмен на ВНЖ можно будет только с 1 января 2025. А значит, ждем еще полгода. Еще важный нюанс. Присматриваться к жилью можно и сейчас, но для участия в программе обязательно оформить сделку уже в будущем году. Реально доступной оказалась самая дешевая опция – вложение в инвестфонды. И вот венгерское правительство сообщило владельцам этих фондов, которые претендовали на получение регистрации, то есть на участие в программе приглашенного инвестора, о необходимости предварительно пройти процедуру проверки. То есть, по сути, требуется скрининг компании и владельца. Но сообщили о такой необходимости в мае за считанные недели до запуска программы, а государственные проверки – процесс везде небыстрый. Как результат, приглашенный инвестор-то приглашен, да только инвестировать пока особо не во что. Но наберемся терпения. По слухам, первые проверки вот-вот закончатся или уже закончились. Через неделю расскажем. А в Германии все плохо. Ну или все хорошо. Тут как посмотреть. Спад на рынке недвижимости продолжается. По-прежнему падают цены. Последние цифры – минус 6% с учетом инфляции. Это данные к концу первого квартала. Девелоперам по-прежнему не весело. Ведь и продажи снижаются. В минувшем мае количество разрешений на строительство в стране сократилось на четверть в годовом исчислении. Но вот инвесторам как минимум интересно. И уж точно не скучно. Покупать надо на спаде. Эту истину никто не отменял. А рынок по многим признакам барактается возле дна. В годовом исчислении цены падают. В квартальном уже нет. Даже фиксируется минимальный рост. Ставку Центробанк повышать не будет. Ждем снижения, пусть и неспешного. Арендные ставки при этом растут. А вместе с ними и доходность. Поэтому инвестиции сейчас логичный шаг. Тем более, если продавец предлагает не просто абстрактный объект, но и возможности оплаты для россиян. Вашему вниманию трехкомнатная квартира в Эссене. Это один из крупнейших городов земли Северной Рейн-Вестфалия. Квартира в новом жилом комплексе в природном оазисе возле озера. В очень красивом районе у границы с Нидерландами. Площадь почти 100 квадратных метров. Но есть и варианты поскромнее. Конкретный объект и вообще предложение по Германии на Приане смотрите в ссылке в описании. На этом я с вами прощаюсь до следующей недели. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и в Телеграме. Добра и мира в ваш дом. Продолжение следует...